Так, ребят, ну, чтобы не задерживать ваше внимание, так как рабочий день, я, в принципе, всегда старался выходить прямой эфир по вечерам, но, по вечерам, но, так как я вижу, что разбушевались плохишевские СМИ, шьют там очередную историю, хочу некоторые вещи объяснить, чтобы, как бы, было всем все ясно, и была, у вас была реальная картина, не ту, которую там толкают пропагандисты-плохотниками. Значит, извините, немного простыл. Значит, ситуация следующая. Значит, в СМИ вчера вечером появилась информация о том, что был задержан партнер Рената Усатова в Испании, деловой партнер, спонсор футбольного клуба «Заря» Александр Гринберг. Значит, на самом деле я увидел в европейских СМИ, со ссылкой там на полицию Испании, о том, что было задержание там, были задержаны там более 10 человек по подозрению в отмывании денег на территории Испании, там, через футбол, там, производство там воды и так далее. Значит, сразу это привязали ко мне, так как, как только я стал мэром города Бельсен, значит, Гринберг Александр на самом деле прилетал в Молдавию, прилетал тогда он через Геннадия Перепадинга, это известный футболист, который взялся за то, чтобы организовать тренерский состав в футбольном клубе «Заря» и так далее, и так далее. Значит, также Гринберг пообещал инвестировать в футбольный клуб «Заря» определенные деньги. Также он обещал, что будет оплачивать часть футболистов, которых там нам отправят с Испании, которые, как бы, ну, выведут «Зарю» на первое место в стране и так далее. Значит, что получилось? Гринберг приехал, как потенциальный инвестор, пообещал определенные деньги, значит, хочу со всей ответственностью заявить. Я, если кто-то нарушил закон на территории Евросоюза, они за это ответят, неважно, это Гринберг или кто-то другое, я не имею никакого отношения к этим схемам, про которые пишут там Плохотнюковские СМИ, это раз, два. Футбольный клуб «Заря», Александр Гринберг, который, публика пишет, что мой деловой партнер, значит, не вложил ни одного бонуса, значит, а именно то, что там пишут, что он там вложил деньги в стадион, в команду, это неправда. Значит, есть абсолютно все счета, сегодня может любой человек проверить поступление денег в футбольный клуб «Заря», как содержится стадион, детская школа футбола, да, более двух миллионов лей каждый год, то есть за это время более, там, пяти, даже шести миллионов лей я вложил своих денег в детскую школу футбола в Бельцах. Да, для того, чтобы разгрузить бюджет, значит, также я оплачивал более двух лет, а эта сумма где-то порядка там была трех миллионов лей, значит, это на содержание городского стадиона, это зарплаты, это газонокосилки и так далее, и так далее, значит, дали, значит, десятки миллионов лей потраченные в Бельцах через общественную организацию, которая была создана, когда я начал заниматься командой. В этой ассоциации, кстати, понятные всем сегодня акционеры, значит, это Адриан Богдан, значит, Николай Григоришин и Николай Цыпович. В этой же ассоциации был какое-то время Геннадий Перепаденко, но Геннадий Перепаденко, когда мы с ним мирно расстались, значит, он вышел из состава акционеров, и поэтому сегодня есть там только три человека. Значит, все деньги, которые перечислялись в Зарю, которые перечислялись на муниципальный стадион через мой фонд, это деньги, которые я переводил со своего счета, никаких там не было офшоров, там посредницких компаний и так далее. Значит, Бельский футбол не вкладывал никто ни копейки денег. То, что я встречался с Гринбергом, и меня пытаются плохотниковские СМИ уже обвинить там в отмывании денег, косина, это является чистым бредом. Если так рассуждать, то если я знаю плохотника больше 10 лет, то это что значит, что я также участвовал в краже миллиарда? Если я знаком, пусть меньше порядка 5-6 лет с Дадоном, это ведь не значит, что я путана, понимаете? То есть каждый в жизни отвечает за свои дела, за свои поступки. В отличие от Плохотнюка, потому что я там слышал некоторые насмешки Канду, я видел заявление официальной Демпартии о том, что это все вранье, Плохотнюк не находится под мониторингом разных стран за те или иные преступления, значит, вот как раз дела обстоят совсем по-другому. В отличие от Плохотнюка, у меня сегодня есть проблемы только с молдавской карманной юстицией. У меня нет проблем с законом ни в одной стране мира, и у меня их никогда не было. То, что Плохотнюк пытается сегодня запугать людей, пытается уничтожить нашу партию и придумывает какие-то страшилки для того, чтобы через перлога повлиять на Интерпол, сделать все для того, чтобы я никогда не смог вернуться в Молдову. Значит, ребят, я обещал одну вещь. И последовательно, не так, как, например, Доди, Уна, Доу, Трей, Промес, Факут, сегодня мы не можем говорить о развитии населенных пунктов, о полноценном развитии. Мы не можем сегодня говорить о реформах юстиции и так далее, пока сегодня страну возглавляет преступник международного масштаба по фамилии Плохотнюк. Поэтому сегодня, когда я вижу, что кто-то надеется на какие-то реформы, кто-то надеется на честные выборы, Ребят, пока есть этот человек в стране честного, ничего быть не может. Сегодня, когда все, чем он занимается, это он пытается сегодня разыграть этот спектакль с Игорем Додоном, максимально усилить Додона для того, чтобы через него провести максимальное количество людей в парламент, потому что Додон проведет сегодня людей больше Плохотнюка в парламент. Все эти спектакли, импичмент, не импичмент, взяли, задержали там Григория Пальчинского, да, председателя Дубоссарского района. Почему социалисты не расскажут о своих встречах с Григорием Пальчинским два месяца назад, когда молдавские прокуроры, сотрудники Центра по борьбе с коррупцией, пришли к Пальчинскому и сказали, да, вот есть уголовка, ну, вот мы это все как бы закроем, но надо как бы перейти в партию социалистов. Ну, сначала предложили к себе, там, Пальчинский говорит, как я там всю жизнь кому-нибудь приду к вам демонам, как бы, ну, окей, тогда можно там достаточно перейти там в партию социалистов. Что-то у них, видно, пошло не так, и как бы его пустили, его пустили сегодня в этот, пустили в замес. Сегодня пытаются, задерживают, значит, парня из Бельской мэрии, значит, и сразу все СМИ, человек усатого за там использование наркотиков задержан Бельскими полицами. И, послушайте, я этого Кота со Владимира, который они опять пишут, чай кусатого, видел один раз в своей жизни, трудоустроен он был какое-то количество месяцев назад в Бельскую мэрию, я не знаю, что там был, но сегодня привязывать ко мне человека за то, что у него нашли полграмма чего-то, и сразу этот чай кусатого, я его видел один раз в жизни в Нижнем Новгороде, вот, на недавно прошедшем бизнес-саммите. И сегодня, если кто-то изнасиловал ребенка Басрабянски, виноват, чем поешь. Если в Бельцах кто-то нюхнул, глотнул, значит, виноват усатый. Значит, какие-то левые сайты вчера начали писать, там, Плохотнюковский, это член Демпартии, директор, значит, интерната, ну, человек, которого нужно уничтожать всеми законными способами, таких, как он, да, обвиненных в педофилеи, значит, его уже привязывают ко мне, пишут, что я сплю с детьми. Вы понимаете, мне просто, я видел в жизни разные ситуации, я прошел, я прошел очень сложные во всем СНГ, 90-е годы, я сохранил лицо, я никогда не занимался и не участвовал в тех или иных преступлениях, в отличие от Плохотнюка. В 90-х годах я никого и ничего не продавал, я получил образование, хочу еще раз поблагодарить своих родителей, которые сегодня в стрессовой ситуации наблюдают за тем, что пишут про меня, за все эти байки, которые фабрикуют. Понимаете, когда сегодня брейкинг-ньюс, значит, криминальный авторитет, писатель признался, что усатый там и так далее, послушайте, человек, который всю жизнь, которого с Плохотнюком связывает и бизнес, и кучу разных преступлений в течение последних нескольких десятков лет, вы прочитаете про этого Друцу внимательно в интернете, вы увидите, как его пытались освободить за трудное убийство, как Плохотнюк, испугавшись за то, что Друц и попадет, так же, как и Проко, к румынам или к англичанам, значит, упаковал его, посадил его в тюрьму, чтобы держать его под контролем, чтобы тот случайно рассказал не только про Горбунцова, а и про остальные преступления. Сегодня я продолжаю работать, сотрудничать с правоохранительными правоохранительными структурами разных стран, значит, мы, поверьте, нашли очень много интересного, но чем отличаются правоохранительные структуры других стран от молдавских, там, Бусуйков, Кавкалюков и так далее, ребята, они не выходят и не публикуют в Фейсбуке, значит, материалы из тех или иных уголовных дел, они не выкладывают телефонные переговоры. Я имею многие вещи, которые хотел бы вам так же их показать, но сказали, что это будет определенным нарушением, и это только, ну, и как бы это ничего не, ничего не даст. Пока говорю с вами, пишет некоторый полицейский, по северу Молдавии, значит, усилить работу, связанную с давлением на активистов наших, на то, чтобы примары выходили из партии, пишут про то, что готовятся провокации в Дандюшанах, Дроки, Гладяна, в Плокотнике с вами репертура. Ребята, я еще раз благодарю всех тех, которые вместе со мной готовы идти вперед, готовы сражаться. Если есть по пути какие-то недоразумения, если есть какие-то случайные люди, значит, мы будем от них избавляться, но важно, что есть те, которые реально хотят что-то изменить в Молдове. Мы еще многое с вами обсудим, я побежал дальше. Сегодня очередной очень плохой день для Плокотника. запомните этот день, наступит день, вы поймете, что я имел в виду и сегодня, и в других лайвах, когда об этом говорил. Я вас всех люблю, хорошего вечера, идем только вперед, и избавив Молдову от Плокотника, только тогда мы сможем начать реальные решения, решать реальные проблемы в стране. Спасибо, пока. Молдову от Плокотника. Молдову от Плокотника. Продолжение следует...